Уважаемые друзья, я искренне приветствую вас в этом зале. Наступило время вновь обсудить проблемы развития спорта Олимпийского движения, обновить состав руководства Национального Олимпийского комитета. Особо подчеркну, сейчас очень непростой период, об этом мы много говорили на Всебелорусском народном собрании, и прошедшее после этого время как раз подтверждает сказанное. Наша страна, люди, к сожалению, подвергаются жесточайшему давлению по всем направлениям. В ход идет все от откровенных фейков и создания агрессивной информационной среды до запугивания и попыток терактов. На раскачивание общества известные спонсоры не жалеют денег. В эту воронку затянуло и, к сожалению, некоторых наших, в основном, бывших спортсменов. Тех, заботливо растили наши тренеры в спортивных школах, тех, кому были созданы абсолютно все условия для совмещения учебы и тренировок в училищах Олимпийского резерва и университетах, тех, кому государство дало возможность заниматься спортом профессионально, не отвлекаясь на бытовые вопросы. Наши лучшие врачи бесплатно лечили их от трав, и даже при дисквалификации мы их не бросали. Теперь они стоят приемных международных организаций, выпрашивая санкции против нашего Олимпийского движения, да и страны в целом. Именно с их подачи Беларусь потеряла чемпионат мира по хоккею, современному пятиборью. Ну, они получили свои 30 сребреников. Но это мы все переживем. Я не думаю, что здесь мы что-то катастрофически потеряли. Скажу одно. На предательстве Родины счастье не построишь. Хорошо. Бог им судья. На этом закончим эту тему. Все вы хорошо с ней знакомы. Спасибо.